Шесть лет назад группа ополченцев и добровольцев из 52-х человек вошла в Славянск, расположенный на севере Донецкой области, чтобы организовать плацдарм для сопротивления киевским неонацистам. Это произошло 12 апреля 2014 года. А уже на следующий день, 13 апреля, Совет национальной безопасности и обороны СНБУ Украины под руководством Александра Турчинова, санкционировал так называемую АТО антитеррористическую операцию на юго-востоке страны. Турчинов совершил военное преступление, причем дважды, неконституционно захватил власть в ходе госпереворота и начал войну против своих граждан в Донбассе. Однако тогда это не смутило ни демократичную Европу, ни мировое сообщество. Война против собственного народа. 13 апреля 2014 года на Украине, по сути, началась гражданская война, в ходе которой киевская армия до сих пор убивает собственное население. Уже в первые дни операции Киев бросил на подавление протестов армейские подразделения и авиацию. Началась героическая оборона Славянска и создание Народного ополчения Донбасса. А то официально прекратилась 30 марта 2018 года. Сейчас в Донбассе проходит так называемая операция Объединенных сил АОС. Она, по сути, зафиксировала продолжение вяло текущего вооруженного гражданского конфликта. На линии соприкосновения продолжаются перестрелки. Почти каждый день приходят сообщения об убитых и раненых. Недавно в Горловке простились с молодой девушкой Мирославой Воронцовой. Ей было всего 25 лет. Украинский беспилотник сбросил снаряд в поселке Широкая Балка. От полученных ранений девушка скончалась по дороге в больницу. Самое печальное, что все, кто убивал и продолжает убивать жителей Донбасса, не ответили за свои преступления. Начиная с Порошенко и Турчинова, которые и организовали так называемую АТО, заканчивая такими преступниками, как украинский майор Вадим Сухаревский, который в 2014 году первым из офицеров ВСУ приказал открыть огонь по ополченцам Донбасса в Славянске, без приказа от командования. Приведем фрагмент интервью Сухаревского, где он рассказывает о решении в первый раз открыть огонь по дончанам. У меня был строжайший приказ полковника Копочинского, ни при каких обстоятельствах без его команды огонь не открывать. Я понял, что какие бы ни были команды, ответственность за гибель наших товарищей будет лежать на мне. Я дал команду выдвинуться вперед и сам сел на место стрелка, чтобы вся ответственность за это решение была на мне. Стрельбу на поражение я решил открыть сам. Я открыл по ним огонь из крупнокалиберного КФТВ, крупнокалиберного пулемета Владимирова танкового, прим. РЭД. При первых же очередях они рассыпались и начали отход. Огонь был полностью подавлен. Думаю, больше одного-двух мне зацепить удалось, я видел, как они кого-то тащили. ВСУ учатся у нацистов. Командир 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Вадим Сухаревский сегодня продолжает отдавать приказы об убийстве мирного населения Донбасса, а также гордится тем, что продолжает традиции нацистов и фашистов. Он даже повесил в кабинете портрет создателя разведывательно-диверсионных частей войск СС Аберштурбанфюрера от Оскарцени. Со Скарцени в кабинете украинского офицера соседствуют портреты главаря украинских националистов Степана Бандеры и создателя ВДВ Василия Маргелова. Вот что говорит сам Сухаревский по поводу своих кумиров. Бандера боролся даже тогда, когда никто не рассчитывал на победу Украины, когда никто не верил, что Украина может стать свободной и независимой. Поэтому для меня, украинского офицера, его место как бойца выше всех, он боролся за Украину. Маргелов, уроженец Украины, создал ВДВ. Это была школа, которая воспитывала агрессивность, боевой дух, мотивацию выполнить самые трудные задачи. И это воспитание многое мне дало, а уроки не стоит забывать. Скорцени, это офицер СС, воевал за немцев, но для меня это символ того, что врага тоже надо знать и учиться по его опыту, чтобы побеждать. А у немцев есть чему поучиться, только победа Донбасса может привести к окончанию войны. Как отметил бывший народный депутат Украины, уроженец Херсонской области Алексей Журавко, в комментарии новостному агентству Харьков, пока на Украине не поменяется власть и страной будет руководить Владимир Зеленский, который так же, как и Порошенко, уже виновен в убийствах мирных жителей Донбасса, преступники не будут посажены в тюрьму и не понесут наказание. Преступники будут и дальше совершать чудовищные деяния, так как для них сейчас на Украине самая удобренная почва. В стране сегодня продолжают курс на войну, и коронавирус не помеха убивать мирных граждан. Украинские власти будут и дальше вести страну к погибели и противостоянию с Россией, считает Журавко. По словам политика, все действия президента Зеленского сегодня показывают, что он намерен продолжать войну. Идет усиление войск, стягивается техника. Запад продолжает финансировать киевскую армию. Что может сегодня исправить положение, задается вопросом Журавко. Европейское сообщество шесть лет молчит и фактически поддерживает убийство мирного населения Донбасса, а также фашизм, который процветает на Украине. Европа должна понять, что это ее большая проблема, то, что происходит в Донбассе. Сейчас она отмалчивается, но если ничего не изменится, и она может пострадать. Украину не остановить добровольно, ее можно только принудить к миру. Это сделает Донбасс. Поэтому только победа Донбасса может привести к окончанию войны. Я уверен, что в этой войне победит Донецк, заключил Алексей Журавко. Над ВСУ состоится суд, аналогичный Нюрнбергскому процессу. Когда происходит такое, вопрос военного трибунала должен решаться по типу Нюрнбергского процесса, считает Алексей Леонков, военный эксперт, один из руководителей журнала «Арсенал Отечества». Если украинское законодательство не может решить, что делать с убийцами, это должен сделать Гаагский суд. Но пока в этом направлении ничего не делается. Ответственность настигнет их тогда, когда действительно состоится суд, аналогичный Нюрнбергскому процессу. Военные преступления, преступления против мирных граждан выйдут на поверхность. Но когда это произойдет? Когда Украина станет наименее интересным государством для тех, кто ее курирует, стран Европы и тех, кто заказывал там музыку, США, сказал эксперт. Донбасс сегодня продолжает возбуждать уголовные дела в отношении конкретных украинских военных, совершивших преступления в отношении мирного населения. В прокуратуре ЛНР вышло постановление, которое должно повлечь за собой определенные последствия для украинской власти и украинских военных. Ждать, что украинская власть образумится и начнет очищение от военных преступников, затея бессмысленная. По этой причине Генеральная прокуратура ЛНР продолжает возбуждать уголовные дела против военных преступников из ВСУ и других украинских вооруженных формирований. Уголовные дела по военным преступлениям не будут абстрактными. Вся украинская власть, все украинские военные и так далее. У каждого преступления есть свое имя и фамилия, должность и звание. У меня в руках оказались документы, касающиеся преступления, совершенного 1 апреля текущего года. Примерно в 6 вечера из села Ново-Ташковское, где базируется 93 отдельная механизированная бригада под командованием подполковника Брыжинского Д.Ф. Был произведен артиллерийский обстрел поселка Голубовская и город Кировск Луганской области. В результате обстрела снаряд попал в жилой дом, где находилась женщина 1940 год-р, от полученных ран женщина скончалась в реанимации. В отношении подполковника Брыжинского Дмитрия Владимировича и пока не установленных военнослужащих 93 бригады Вооруженных сил Украины возбуждено уголовное дело по факту применения запрещенных средств и методов ведения войны и применения оружия массового поражения. ЛДНР не признанные никем образования. Разве может хоть на что-то повлиять возбуждение уголовного дела в непризнанной республике? Да, все так. Республики непризнанные, законодательные и судебные органы, тоже непризнанные, даже в России преступники, совершившие преступления в республиках, чувствуют себя нормально. Это я о некоторых руководителях, их чиновниках и остальных соучастниках. Но есть одно но. Непризнанными республики не будут вечно. Украинское правительство могут додавить в плане выполнения минских соглашений, где прописано признание правоохранительных, судебных и законодательных органов ЛДНРа легитимными. Или же зарубежные партнеры настолько устанут от Украины, что просто признают ЛДНРа частью внутреннего конфликта и соответственно признают органы власти республик. Это не особо важно. Важно то, что время на нашей стороне и ждать нам явно не шесть лет еще. Украинская власть сама себе могилу роет. А пока. Обстрелы со стороны ВСУ продолжаются, люди гибнут, становятся инвалидами. Военные преступления со стороны ВСУ ширятся. Все это фиксируется международными наблюдателями и органами власть ЛДНРа, Брыжинскому и всем иже с ним, важно помнить, час расплаты обязательно наступит, и наказание настигнет не только на небесах, но и при жизни, по законам военного времени, по справедливости.